Тамара Иванютина. Советская серийная убийца. Получила прозвище «Киевская отравительница». Тамара Антоновна Масленко родилась в 1941 году в Туле в многодетной семье. Была одной из шестерых детей. В ее семье родители всегда внушали детям, что главное в жизни – материальная обеспеченность. Судебно-психиатрическая экспертиза, признав ее вменяемой, отметила такие особенности психики, как завышенная самооценка, мстительность и обидчивость. Учитель химии Виктор Статник, пострадавший от действий Иванютиной, отмечал такие черты ее характера, как настырность и наглость, а также грубость и недисциплинированность. В сентябре 1986 года Иванютина устроилась работать по судомойке в школу номер 16. В процессе расследования дела об отравлениях выяснилось, что ранее она была судима за спекуляцию, а на работу в школу устроилась по поддельной трудовой книжке. 17 и 18 марта 1987 года сразу 13 человек, 3 ученика и 10 работников школы номер 16 Минского района города Киева, оказались в больнице с признаками пищевого отравления. Двое детей Сергей Панибрат и Андрей Кузьменко и двое взрослых скончались практически сразу, остальные 9 человек находились в реанимации. Сначала врачи подозревали вспышку гриппа либо кишечную инфекцию, но некоторое время спустя у пострадавших начали выпадать волосы, что не характерно для подобных заболеваний. По фактам отравления и смертей было возбуждено уголовное дело и создана следственная группа. Следствие, допросив оставшихся в живых потерпевших, установило, что все они начали чувствовать недомогание после того, как в день накануне 16 марта пообедали в школьной столовой гречневым супом и жареной печенью. Возник вопрос, контролируется ли кем-либо качество еды в школьной столовой и выяснилось, что отвечавшая за это медицинская сестра-диетолог Наталья Кухаренко, по другим данным Кухаренко, умерла за две недели до массового отравления, по официальным данным от сердечно-сосудистого заболевания. Обстоятельства смерти Кухаренко вызвали у следствия сомнения, из-за чего было принято решение об эксгумации ее тела. В результате соответствующих исследований в тканях трубок у Кухаренко были найдены следы, обладающего крайней токсичностью химического элемента талия. После этого были проведены обыски у всех лиц, имевших отношение к школьному пищеблоку, в том числе и в доме Тамары Иванютиной, работавшей посудомойкой в столовой школы. При обыске в доме Иванютиной была обнаружена небольшая, но очень тяжелая баночка, заинтересовавшая оперативников и следователей, а потому изъятая и отданная на экспертизу. Лабораторное исследование показало, что в ней находится так называемая жидкость клеричи, высоко токсичный раствор на основе талия, применяющийся в некоторых отраслях геологии. Иванютина была арестована и призналась в совершении отравления в школьной столовой 16 марта, заявив, что хотела наказать обедавших в столовой шестиклассников за то, что они отказались расставлять столы и стулья. Позже она заявила, что явка с повинной была сделана ей под давлением следствия и отказалась давать какие-либо показания. Дальнейшее расследование, делая Иванютиной Масленко Мацеборы, показало, что Тамара и члены ее семьи, сестра Нина Антоновна Мацеборы и родители, Антон Митрофанович Масленко и Мария Федоровна Масленко, неоднократно получали жидкость клеричи от знакомой, работавшей в геологическом институте, объясняя ей, что вещество им необходимо для уничтожения крыс. Женщина признала, что за 15 лет не менее 9 раз передавала порции жидкости Иванютиной и ее сестре и родителям. Возможно, что в течение первых 4 лет они действительно отравили только крыс, но, как было установлено следствием, в течение последующих 11, то есть с 1976, они использовали жидкость клеричи для совершения отравления людей и домашних животных. Отравления совершались как с корыстными целями, так и просто из чувства личной неприязни. Первой жертвой Тамары стал ее первый муж, водитель-дальнобойщик, которого она отравила, чтобы стать единоличной хозяйкой его квартиры. После того, как мужчина скончался, она вышла замуж во второй раз и в новом браке отравила свекры и свекровь. Они умерли с интервалом в 2 дня, и небольшими порциями яда отравила второго мужа Олега Иванютиной. Целью было завладение принадлежавшим родителям мужа дом с земельным участком. По версии следствия, Иванютина устроилась посудомойка для того, чтобы получить доступ к продуктам и пищевым отходам, поскольку она держала большое хозяйство – 10 свиней и 150 кур. За время работы в столовой Иванютина отравила, помимо уже описанных выше эпизодов, школьного парторга Екатерину Арсентьевну Щербань, она скончалась, и учителя химии Виктора Стадника, он выжил, которые препятствовали ей в хищении продуктов из столовой, а также двух учеников 1-го и 5-го классов, они выжили. За то, что они попросили ей отдать им для их домашних животных остатки котлет, которые нужны были ей самой. Следствием было установлено, что старшая сестра Иванютиной, Нина, используя ту же жидкость клерича, отравила своего пожилого мужа и завладела его киевской квартирой. Многочисленные отравления совершали и родители Иванютиной, супруги Масленко, в частности, посредством отравлений ими были убиты сосед по коммунальной квартире, из-за того, что громко включала телевизор по ночам, и родственница, она сделала им замечание по поводу лужи в туалете. Уже находясь в СИЗО, Мария Масленко так объясняла сокамерницам свою жизненную позицию. Чтобы добиться желаемого, нужно не жалобы писать, а дружить со всеми, угощать, но в пищу особенно зловредным добавлять яд. На допросе Тамара призналась, что ее мечтой было приобретение автомобиля «Волга ГАЗ-24». В ходе расследования она пыталась подкупить следователя, пообещав ему много золота. География преступной деятельности семейства не ограничивалась Украиной. Доказано, что некоторые преступления были совершены ими и в РСФСР. В частности, Антон Масленко, находясь в Туле, отравил там свою родственницу, подмешав ей яд в самогон. Также члены семьи травили и соседских домашних животных. Перед судом им предстали 45-летняя Тамара Иванютина, ее 42-летняя сестра Нина, а также их родителей, 79-летний Антон Митрофанович Масленко и 77-летняя Мария Федоровна Масленко. Им были предъявлены обвинения в совершении многочисленных отравлений, в том числе с летальным исходом. Следствием у судов было установлено, что семья Иванютиной Мацеборы-Масленко на протяжении 11 лет в корыстных интересах, а также по мотивам личной неприязни совершало многочисленные убийства и покушение на убийство различных лиц посредством отравления их так называемой жидкостью клеричи. По данным заместителя председателя Конституционного суда Украины Сергея Винокурова, работавшего в период расследования дела в должности старшего следователя по особо важным делам городской прокуратуры Киева, эпизоды, доказанные следствием в рамках расследования дела, относятся к первым случаям использования талия для отравлений, зафиксированным в СССР. Всего было доказано 40 эпизодов отравления, совершенных этим семейством, 13 из них со смертельным исходом. При этом наибольшее число летальных отравлений, 9, и покушений на убийство, 20, было совершено лично Тамарой. Судебный процесс продолжался около года, и Ванютина в своем последнем слое вины в инкриминируемых ей деяниях не признала и отказалась просить прощения у родственников своих жертв. Все подсудимые были признаны виновными в убийствах и покушениях на убийство, совершенных посредством отравлений. Тамара Иванютина была приговорена к исключительной мере доказания – смертной казни посредством расстрела. Остальные фигуранты дела к различным срокам лишения свободы. Нина к 15 годам вышла на свободу в 2002 году, дальнейшая ее судьба неизвестна. А отец и мать к 10 и 13 годам соответственно. Оба умерли в заключении. Отказавшись признать свою вину и раскаиваться в содеянном, Тамара пояснила на суде, что у нее не то воспитание. Смертный приговор Тамаре был приведен в исполнение в 87 году в Лукьяновской тюрьме в Киеве. Это был последний из трех достоверно подтвержденных случаев применения смертной казни к женщине в СССР в послесталинскую эпоху. До этого по приговорам суда были расстреляны карательницы периода Великой Отечественной войны Антонина Макарова-Гинсбург в 1979-м и спекулянтка Берта Бородкина в 1983-м. На Украине дело Иванетина включается в учебные методические материалы по уголовному процессу.